Всем привет, друзья! С вами по-прежнему Алик. Простите меня за долгое отсутствие дела-дела, никак не было времени со всем. Ну и сегодня хочу вас опять порадовать очередным видео, спортивным видео. А сегодня у нас на улице 10 июня 2018 год. И соревнования, проходящие в городе Суя на вашей любимой базе, Сульской базе Лыжной, на Днекутске Ахиновая гора. Сегодня у нас пройдет велосипедное соревнование по дисциплине Cross Country. Участники прибыли в ближайших областей, Нижегородская область, Владимирская, Ивановская, Костомская. В общем, разнообразные областные территории. И давайте пройдем на место старта. Посмотрим, что у нас тут. Старт находится где и на лыжах старт. Узнаете это место? Здесь зимой проходят лыжные старты. И вот здесь велосипедный старт будет у нас. Спортсмены начинают разминочку. Дядь Вол, здравствуйте. Вам тоже надо участвовать? Нет. Много участников. Какой у тебя велик? Как называется? Оксана, вам в следующем году. Давай, ладно. А через сколько старт потом? Ну давай как раз разминочку. А я поеду детей, потому что она перекрывает. Все, договорились. А, уже через 15 минут старт будет? Просмотр, понял. Поедем, друзья, на просмотр. Мы, в общем, сейчас гоняем большого круга. Оделся я по-прохладному. Ну, вроде, солнышко так пригревает уже. Солнце пригревает. Можно сменить форму одежды. Но с тобой я ее не тял в другую форму. Это у меня такая с листом. Потому что вчера была прохладная погода. Ну, будем угариваться, творится. Дай нам, скажи пару слов. Ты выступаешь? Да. Скажи кругом. Один по тройке. По троечке, один круг. Ну, желаю тебе удачи. Спасибо вам тоже. Спасибо, давай, счастливо. Ну, скажи хоть, Коль, что-нибудь там, перед гонкой-то. Как настроение? Боевое? Первое место займешь? Стараюсь. А ты второе. А я второе буду стараться. Вот вся наша команда. Нам надо их всех обогнать. И так, друзья, гонка началась. Я не тороплюсь. Сначала не нужно сильно разгоняться. Нужно распределить силы, как и в лыжных соревнованиях, на всю дистанцию. Наш старт был в группе с ветеранами. Там 40-50 лет, 50 и старше, 50+. В общем, несколько возрастных групп стартовало. Трасса начинается вдоль леса, где-то около километра по окраине леса проходит. Потом мы сейчас повернем на спецучасток в лес. И там будет интересно уже разворачиваться, интересная картина. В этом году трассу немного изменились. Сейчас вы там дальше сами все увидите. Маленько в конце будет изменен лесной участок, где Данхилльный спуск. Где-то там что-то перекрыли, объезды сделали, часть оставили. Данхилл, ну, в общем, смотрите, все сами увидите. Да, еще вот на первом круге, в лесу, на Данхилльном участке, дождитесь этого момента, будет у меня такое интересное падение, столкновение с деревом. Не будем забегать вперед, смотрите, и все сами увидите. Велосипед у меня немецкой фирмы Karatek называется. Кстати, вот по поводу его рамы, необычной, никакой у всех велосипед двух трудные. Сверху рама, мне кажется, она не очень удачная конструкция, именно вот алюминиевую, алюминиевую в сплаве. Она слишком мягкая, мягковата, нужный немножко, как бы, пожестче. Накат хуже, намного хуже, чем у других такой же алюминиевого сплава рамы, не очень хороший накат у этого велосипеда. Ну вот мы начали, здесь у нас в проходе дистанции сейчас уже через лесной участок. Камеру, кстати, зря я прикрепил, так плохо видно трассу, потому что когда даже привстаешь, я ее прикрепил на грудь. Не очень удобно, больше я не буду ее так вешать. Максимально, хотя я ее поднял кверху, но все равно не очень все хорошо бывает, временами видно. В следующий раз нужно ее на шлем прикрепить, и то не сверху, чтобы, потому что сверху можно, там есть спецучастки, где нагибаться, под деревьями проезжать, можно ее попросту сшивить с головы, а сбоку попробовать ее сделать. И то вот если бы она у меня была бы сбоку, вот когда я, было у меня падение, мог бы я ее оторвать тоже. Так что вот, как-то так вот, не знаю, жертвовать или качеством видео получается. Вот сейчас вот видно нормально, местами видно, вот как сейчас только в двух метрах от руля. Так, небольшой спуск сейчас идет. Спереди меня один из моей группы Николай Йоров движется в красном костюме, который вот самый первый от меня там спереди. Потом дальше остальные участники идут уже в других группах. Там еще три человека, по-моему. Они в других возрастных категориях идут. Так что я пока держусь на втором месте. Пока что у меня второе место. Участников в моей группе шесть человек это точно есть, потому что там, посмотрите дальше, награждения будут по номиналу по шести группам. Шесть мест, простите, не группа, а шесть мест призовых в этом году. Коля, давай, давай. Не торопи. Такой трамплинчик интересный был небольшой. И подъем в гору. На втором круге вот на этом подъеме я также забыл застегнуть сзади под седлом подсумник мой. У меня потерялась камера велосипедная. И вместе с ней подсумнички были. У меня паркировочки такие интересные, мне нравились. Которыми я так и не успел воспользоваться. Да, тоже они улетели. После финиша я поехал, но уже не было. Кто-то, видать, подобрал. Так и не отдали. Что же, не без этого. Так, друзья, ну давайте послушаем музыку дальше. А как будут интересные моменты, я обратно буду комментировать их. Ну, сейчас. Кстати, вот сейчас тоже небольшие такие спецучасочки будут. Вертлявые. Давайте слушаем общую музыку. И едем дальше. 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 Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь я вот потихоньку от них начинаю отставать Они уезжают от меня Но тем не менее остаюсь же на втором месте Сзади меня Оглядываясь иногда назад Я не вижу соперников Они далековато отстали от нас Вот видите Спереди уже они уехали быстро По моему дыханию чувствуется, что тяжело Ехать Дается мне этот подъем По поводу вилки воздушной Вилку я после зимы Вот у меня велосипед провисел на стене По мере давления Сейчас там было 6 атмосфер Я подкачал ее до 8 атмосфер Пожестче сделал Потому что тут Данхильные участки Местами нужно Немножко прыгать Меня обгоняет Какой-то спортсмен так резво Ну к счастью Он не в моей категории Вилку в общем я накачал 8 атмосфер Колеса Я мне так кажется Маленько перекачал покрышки И накачал 2 2 атмосферы 2.1 наверное Хотя до этого они были 1.8 накачаны И было получше Помягче ехать Здесь намного жестче становится Сразу же Ну В прошлые разы я просто тут Пробивал покрышки Да и Боя из них От того что опять Могу повредить камеру Накачал давление больше Сейчас кстати обратите внимание Здесь с левой стороны Будет палаточный городок За день до соревнований Приехали сюда туристы Участники И разбили палаточный лагерь Отдыхают Прямо сбоку В начале леса Сбоку Трасса велосипедная Сейчас мы Налево Поворот у нас будет Либо Либо увидеть Палатки С правой стороны Палатки У нас небольшой подъемчик Палатки 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 Решили не От прошлого года Не оставлять полный участок Донхильный В прошлом году В прошлом году был полный участок Палатки Были обычные трамплины Опасные ленточками переграждены Потом уход влево От участка С по лесной трассе Объезд И как бы Возвращение Назад в гору По Донхильному отрезку Ну интересно Мне кажется Стал намного интересней Намного интересней Стала трасса Так В общем Сейчас мы подходим К Донхильному участку Донхил Спуск с горы Вот здесь Начинается старт Здесь мне кто-то По телефону звонит Музыку заигрывала Мне как раз Рядом с камерой Поэтому так Громко слышно Музыку от телефона Участок Донхильный Здесь Уходим влево Объезжая его Ну и сейчас Будьте внимательны Что со мной случится Этого конечно Я не ожидал Что я задену Дерево Плечом Нормально Нормально Но обошлось без травм Пара ссарин Но самое интересное Будет на финише Только к сожалению К большущему сожалению Закон подлости Батареи не хватило полностью Буквально Сел аккумулятор на камере И за минуту До финиша А на финише Ооо как было весело Сейчас чуть не было Столкновения Пока я Когда я упал Меня один соперник Обогнал Но он был в категории Круппи 50 плюс Старше Потом я его Быстренько нагнал Но он у меня Всю дорогу Кстати Так мы с ним До конца Не ехали Два круга И он мне подгонял Подбодаривал На участках Донхильных Таких Я от него отрывался А в гору Он меня Догонял Почему-то Ну Не стал обгонять Так мы с ним вместе И ехали Даня рассказал На финише Был у меня сальто-мортальто Через руль Прямо я перепутал Тормоза Нас сжал на передний И через руль Прямо носом Шлем меня велосипедный спас Так бы Разбить мог голову Только козырек И то он не сломался Согнулся Так Серьезное было падение Но Тоже ничего не повредил Потерял на велосипеде Только заглушку от руля Где ручки Одну Так я и не нашел И все Ну Велосипедные камеры И монтажки Все Больше Никаких Потерь не было Ну пока так же Я держусь на втором месте Никто меня обгонять Как вы видите Не собирается Ближайшие соперники От меня Достаточно далеко Потому что Вот сейчас мы поднимаемся Как бы на дальнодхильном Обратно Спуски Вверх поднимаемся И С правой стороны Будет видно Соперников Которые еще только спускаются Далеко они отстали Далеко Вверх поднимаемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Играет музыка. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...